МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравия желаем, товарищ начальник кадетского корпуса! Вольно! Вольно! В Пермском кадетском корпусе смена власти. Взрослые переходят в ряды воспитанников. Сегодня все приказы отдают дети. Кадеты называют эту традицию дни самоуправления. О том, что это такое, знает каждый школьник. Вот только наши герои не ограничиваются проведением уроков. Ребята совершают марш-бросок. Каждый год они преодолевают 12 километров. Мороз не помеха. Тем более, что новое руководство не дает скучать. Проверяет боевую готовность. Вот они спокойно идут в строю. А через пару минут звучит предупреждение воздух. И весь состав в буквальном смысле зарывается в сугроб. Военно-полевой выход – это не просто поход, а настоящее испытание на прочность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Все должности здесь исполняют старшеклассники. Самая ответственная, конечно же, начальник кадетского корпуса. Проверить, как ребят устанавливают палатки, выдать инвентарь, помочь семиклассникам, советам. У Никиты Бородина сегодня много работы. Оказалось, организовать военно-полевой выход не так-то просто. Вы только дальше откидываете. Кто будет к встрече стоять? Имейте в виду. Портфель уберите оттуда. Вопросы возникали каждую минуту, и решать их приходилось немедленно. Но ребята справились. Все потому, что работали в команде. Старшие помогали младшим. Большой палаточный городок кадеты успели организовать до темноты. Осталось время и на обед, и на то, чтобы просто посидеть у костра. Если команды нет, то это невозможно нормально сделать. Если ты с друзьями делаешь, интересно тебе, все хорошо, то все получится, я считаю. У меня команды очень хорошие. Я очень рад. Мне интересно с ними работать. Я получаю огромную удовольствие от этого. Каждый год участие в военно-полевом выходе принимают родители. Папа и мамы в гражданской одежде. Но вместе с кадетами они стойко преодолевают путь. Конечно, провести два дня в палаточном лагере, да еще и зимой, на это не каждый взрослый решится. Но родители семиклассников стараются не упустить такую возможность. Провести время с ребенком, немного отдохнуть, а заодно познакомиться поближе с тем, как проходит обучение в кадетском корпусе. Говорят, наши ребята малыши семиклассники, поэтому решили, я думаю, что им с нами веселее, как-то надежнее, что ли, когда мама рядом. Помогали кушать, готовить? Нет. Мы не помогали. А хотелось помочь? Хотелось. Хочется помочь, подойти вот прям укутать, одеть, помочь. Ну, как бы нам сказали, что дети должны быть самостоятельными. Мамы отмечают, их семиклассники стали серьезнее и даже как будто повзрослели. А ведь с момента поступления прошло совсем немного времени. Перемену в малышах заметили и старшие товарищи. Семиклассники, они как почемучки были. А что это? А что это? Да, им было интересно подойти. Мы ставим окна. А как это делать? А давайте мы поможем там. То есть они тоже активно пытались себя проявлять. Доброе утро, ребята. Сегодня у нас 22 ноября. Нас ожидает завершающий день нашего сонуправления. Через три минуты у нас развод. Всем хорошего продолжения дня. Здравия, товарищи! Здравия желаем, товарищ начальник Одесского корпуса! Второй день и новые испытания. В программе 12 мастер-классов. Все занятия проводят ребята. Военно-полевой выход проходит накануне профессионального праздника. Таким образом кадеты отмечают день сотрудника управления внутренних дел. Даже во время марш-броска операторы кадетской телестудии не расставались с камерой. Эти ребята увлечены своим делом, не пропускают ни одно событие в жизни кадет и даже выезжают в командировки в другие города. На этот раз они побывали в Москве. Добрый день! В эфире «Кадетский вестник» и в студии я, Максим Фалетов. А ведь маршал, наверное, прав. Заявил со сцены солист нашего хора Олег Костыря. Он стал победителем 8-го Всероссийского фестиваля творчества кадетов и выступил на галоконцерте в Москве с песней о маршале Жуками. На галоконцерте в Москве выступили самые талантливые воспитанники кадетских корпусов, свороцких училищ, лицеев и патриотических клубов. Олег Костыря одержал победу в номинации «Музыкальная». Военная академия Генерального штаба. Здесь учат на генералов и проводят кадетские балы. Пермские кадеты впервые вышли на паркет Петровского зала. Полонез, русский вальс под игра «Стройка-полька». Пермяки танцевали уверенно, а главное – с душой. Компанию им составили воспитанники лучших кадетских корпусов страны. Московский дипломатический кадетский корпус, кадетский корпус Следственного комитета Российской Федерации имени Александра Невского, Московское Суворовское военное училище и другие. Шить или не шить – вот в чем вопрос. И ответ на него даст полномочный представитель президента в Привожском федеральном округе Михаил Бабич. Кадету представили почетным гостям образцы новой формы. А еще полномочный представитель президента в Привожском федеральном округе Михаил Бабич осмотрел строящийся физкультурно-оздоровительный комплекс, посетил спальный корпус, часть помещений которого уже готова к заселению, и объявил – будем строить здание школы. Цитирую. Учитывая темпы строительства, можно надеяться, что не только нынешние семиклассники, но и восьми, и даже девятиклассники успеют поучиться в новых аудиториях. Это были новости короткой строкой. Честь имею. Гордость Пермского кадетского корпуса – это, конечно же, люди. Особенно если речь идет о тех, кто работает здесь со дня основания образовательного учреждения. Герои рубрики «Один за всех» – это педагоги, преданные своему делу. И вот еще один портрет – заместитель начальника по методической работе Татьяна Николаева. Мне эта работа близка и нравится тем, что здесь у нас постоянное вот такое движение. Здесь никто не сидит и никто не скучает. У нас образовательная программа называется «Школа вокруг нас». Мы живем по принципу, что человек может получить образование не только за партой, когда он сам учится взаимодействовать с другими людьми. Чтобы, например, поставить эту палатку, нужно не только знать, как она ставится, и не только уметь ее ставить, а нужно уметь взаимодействовать со своим товарищем, чувствовать прямо вот кожей, какая ему нужна сейчас помощь и поддержка. Я почти 19 лет прослужила, носила реальные погоны, была от лейтенанта до подполковника дослужилась. Со мной опасно? Да, со мной опасно разговаривать, да. А вы сейчас, мы, я вашу работу буду только в воскресенье проверять. А уроки тоже очень люблю давать, потому что это получается непосредственное живое общение с детьми. Как вы думаете, почему эпоха перемен так заинтересовала Тургенева, Артур, и он посвящает этому времени целый роман? Процветание. Смена эпох, да? Я стараюсь, во-первых, быть справедливой. Я всегда, ну, такой маленький девиз, что ли, быть, будь справедлив, и жизнь будет справедлива к тебе. Самое главное, это для детей создавать ситуацию успеха, хоть маленькую. И слово «молодец», и «ты умница», я говорю не просто так, для красоты, а действительно, я стараюсь увидеть эти маленькие шаги успеха, эти маленькие ступеньки, по которым идет ребенок, и их всегда замечать, и ему показывать, что вот здесь-то он был молодец, здесь-то ведь он смог. Я очень горжусь своей мамой, потому что, потому что она моя мама в первую очередь, а во-вторую, конечно, она достигла большого успеха, она достигла уважения, ее уважают, ее любят, признают. Белые погоны – знак отличия и предмет зависти новичков. Получить руководящую должность во время военно-полевого выхода – это почетно. Уважение вызывает уже тот факт, что наши кадеты не побоялись взять всю ответственность на себя. Мы поинтересовались мнением семиклассников, а как они считают, что нужно сделать, чтобы в одиннадцатом классе заслужить такое доверие среди ребят, и как Никита Бородин тоже на пару дней стать начальником кадетского корпуса. Помогать всем, быть очень хорошим человеком, другом, наставником. Это высокая должность, столько на тебя ложится обязанностей. Я думаю, должность начальника кадетского корпуса хотел бы занять каждый, наверное. Нужно заранее продумать твой план, а потом нужно как-то всех организовывать. Ведь если не организовывать, от этих бы палаток не стояло, и все бы рухнуло. Потом надо набрать еще себе, ну, если уже стал начальником, нужно набрать себе каких-то подчиненных, чтобы они следили так, как за всем, сам ты не уследишь. На протяжении пяти лет нужно отличаться во всем – в спорте, в учебе. Мне кажется, что в качестве начальника кадетского корпуса выбирают самого достойного представителя одиннадцатого класса, так как, ну, это не каждый справится с этой обязанностью. Военно-полевой выход – это генеральная репетиция перед важным событием. В феврале наши герои в очередной раз будут проводить международный слет юных патриотов. Ребятам предстоит точно так же – ставить палатки, разводить костры и управлять коллективом. Вот только масштаб мероприятия совсем другой. Приедут гости со всей страны – воспитанники патриотических клубов и движений, лицеев полиции и кадетских корпусов. Об этом мы расскажем в одном из следующих выпусков. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин